приветствую всех сами холдым и мы продолжаем проходить игру то небо не другая история у не продолжать наслаждаться мы остановились в школе а это значит что то интересное то что чаще всего там полина с полями всегда какие-то интересные штуки происходит она вообще нас предыдущей части спасла если хотите предыдущей серии сейчас подсказках выйдет можете посмотреть там очень интересно те кто не видел вот продолжение наших романтических нашей романтической линии где мы полина даже рекомендую даже намекнул на то что мы на ней блин женимся но если это может считать шуткой либо таким небольшим и скользким намеком хотя антон у нас глупенький даже этого не заметил вот ну и перед началом рекомендую на у на наш наши видеоролики смотрят только это 55 процентов именно с подпиской без подписки смотрит 55 процентов человек примерно вот вам этого ничего не стоит каждая подписка меня очень мотивирует и вам легче будет вы будете первыми видеороликах узнавать ну а теперь погнали сидеть за парты и слушать монотонный рассказ лилии павловны был лилии павловны было просто невероятно утомительно от безделья я водил ручкой по листку вырисовывая различные узоры время от времени я поднимал голову смотря то в окно то на часы время тянулось невероятно медленно и хоть до звонка оставалось уже пара минут казалось что это целая вечность старое доброе явление постоянно так невыносимое и мучительно долгое такая же как и зимой за окно просидев остальную часть урока я наконец дождался звонка осознание того что началась перемена вернула мне мои жизненные силы столь настойчиво вытягиваем вытягиваем и и лилии павловны однако идти все равно не окутали все равно никуда не хотелось и откинулся на спинку стул и снял очки забавно порой смотреть на людей когда они не такие какими ты их привык видеть вот-то перед тобой ожившие пятна краски на рисунки такие моменты в начинаю чувствовать себя посетители посетителем музея и будучи сторонним наблюдателем с удовольствием смотрел за тем что происходит вокруг ромыч тогда я да подожди ты сам сейчас раз сам сейчас разберусь зам сейчас разберусь я повернулся в сторону друзей и пригляделся ромка с бешей сидели так близко друг другу что в моих глазах превратились в одну большую кляксу но я все равно мог разглядеть их очертания наклонившись они с усердием что-то пытались сделать то и дело оттуда доносился щелканье щелканье что щелканье и глухие звонки ударов щелканье и глухие звуку звуки ударов чего-то тяжелого парт кажется стоит заканчивать с живым дан гарди измам авангардизма энд спил очки подошел поближе ой наконец-то тоже самому в глазах хреново а что вы а что вы делаете только сейчас и заметил что в руках у рома была серого цвета ручка которую он пытался раскрутить сволочь крепко сидит да вот ромыч на перемене у одного тут ручку м а приватизировал на я с удивлением перевел взгляд на рома а про себя по прикину ага приватизировал скорее уж устроил рейдерский захват ну или приватизация рыбы ски захват учить пенька одно и то же а ничего было гнать а нечего было гнать что карты что в карты меня обыграть сможет но вот и трофей но вот и трофей рома еще раз посмотрел на ручку и протянул мне чё это у нас взглянулся нее поближе я понял что это не просто ручка она была целиком сделана из металла а сбоку рядом с надписью пресс красовался маленький мониторчик ого ого ничего себе да это прям как в шпионских фильмах ага только она не работает ни хрена вот и пытаюсь посмотреть что с ней я стал проворачивать ручку и набор об на обратной стране вдруг увидел аккуратно выведенные чем-то острым две буквы о в.п. да она похоже еще и именная ну-ка дай я передал ручку бяше этот наконец заполучив ее стал внимательно изучать крутая на я тоже когда выжигаю иногда в же внизу имя пишу но как известные художники делают они плохо молодец уважаю любое творчество хорошо мне стало как-то нехорошо внутри уже или можно просто так поставить на кон такую крутую вещь еще и с подписью она наверняка представляет какую-то ценность хотя я бы и сам был бы не против обзавестись такой а это имя точнее сказать инициалы того у кого вы ее выиграли на лице ромы появилось некоторое светение да нет по моему а у пацана серегой звали и фамилия у него кажись на д было отсчет и антоха вообще взял что это имя да не знаю действительно чего вообще взял что это именно им именные именно инициалы что-то обозначение или что-то подобное ну или тот мальчишка самого где-то у кого-то в игру интересно чуть такое но прыгает туда-сюда в этот момент бяша резко замаха замахнулся и со всей силы ударил ручкой об стол даже так что внутри изнутри послышался звон и дребезжание надо спасать эту вещь весову больно я поляду в сам не сижу там но мне все равно больно что такую дорогую вещь 100 процентов дорогу блин два балбеса гопника пытаются раскрутить видите как рома и бяша без церемонно обходится с такой вещью я понял что во что бы то ни стало надо сделать ее обладать сделаться ее обладателем пускай эта ручка может и сломанная но сам факт наличие у меня такой давал бы очень многое а вот от мысли что эти двое могут с ней сделать мне становилось даже как-то страшно с нее я посмотрел на рому и крайне уверенно спросил а если она но не работает можешь мне ее отдать рома смирил меня взглядом и хищно улыбнулся извини братан но я вещами просто так не разбрасываюсь но разве что разыграть можно только он сказал об игре как мне почему-то вспомнилась алиса ну давайте я с тобой на нее сыграю только во что ромка скинул окинул меня взглядом сверху вниз на что играет собрался у тебя хоть бабки есть я медленно вывернул содержимое брюк и слабой надежде найти хотя пару монет кармане послушал 6 а картридж картридж все-таки да ну все-таки тут реально тут реально все-таки все делается прям по пути алисы вот он тебе и картридж что-то я даже забыл я сам под переволновался реально ножи картридж который бяшка так обожает что готов на все выменить его я вынулась штанов тот самый вкладыш с и мерседесом что получил от алисы а на вкладыше играете у бяша округлились глаза стоило поднести картинку с машиной поближе а вот рома сохранял на корове это же и ты серьезно думаешь что я такую редкую ручку обменяю на какой-то там фана фантик ромыч это же да у меня таких вкладышей дома хочешь да у меня таких вкладышей дома хоть жопой жуй это он mercedes-benz на mercedes mercedes-benz на его то нам с тобой у рома не хватало лицо бяши изобличало безумный восторг а сам он едва ли не трясся от счастья у бля ну идти ну и три плоды братка я улыбнулся и понял что ребята собирают вкладыши у них наверняка большая коллекция который не хватает моего мерса но так что играем рома вздохнул но если ты антоха готов такой вкладыш на сломанную ручку менять то по рукам на секунду заколебался но потом ответил готов так во что играть будем подкидного в ножички ой я заметил как в руках бяша появилась за соленая и наверняка коропленная колода карт а ромка прям перед носом мастерски крутанул бабочкой играть по их правилам совершенно не хотелось ага разденут и без трусов останут а давайте в крестики ну а крестики нолики место камень-ножницы-бумага кстати блин а это будет интересно ну давай ромка смехнувшись закатил глаза но все же выдрал тетрадный лист и положил на парту играем только чур у меня крестик так ну погнали так подожди можно сохранянку сделать я вас умоляю слава тебе господи делаем сохранку ну что ж погнали делаем так нужно чаще всего так вот так уходим давай в центр не даем ему завершить тихо 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 а только смотреть чтобы он не помешал на он только аккуратно действовать чтобы он нам не помешал не дай бог так думаем их подожди так если он ну как он может не помешать но тут кажись будет такая ситуация крайне при неприятная кажись тут уже ничья в любом случае ну да он не сможет их объединить ему не получится вот так вот сделать или сделать линию так что так что так что ну давайте сюда и хватит уже блин тихо ничья о блин а он дурачок вот честно дурачок немножко так если он в центре поставил куда лучше вткнуть то можно в центре плюнуть так так а смотри мешает не дает спри собака не дает ни в коем случае сделать них вина снова ничья снова ничья и кажись так будет до бесконечности продолжаться пожалуйста так а смотри к умный гад умный умный гад ой тихо тихо он сейчас это их я чуть не промахнулся да что ж такое снова ничья блин придет сейчас план давайте так я лучше это пропущет а так то мы до тысячи лет будем играть так товарищи первая победа наконец-таки вам блин везет вам в это это самое ну понимаете ой извиняюсь немножко мой микрофон светил вам везет блин вас в секунды и все у меня блин тут блин целый баталии в несколько раз уже пять раз десять штук блин а раз уже ничья есть я торжествующих скинул кулаки к потолку стопы стопы у нас принято до трех побед играть а раньше сказать ты думал все так просто будет на не пойму я чё ты так хмуришься один раз уже выиграл преимущественно на твоей стороне давай продолжу давай продавай к продолжим ну что ж продолжаем но я все это закликну потому что серьезно это доедает просто постоянные ничьи это пипец как долго просто собака постоянно мне все портит все таки получилось моя тактика все-таки кстати говоря скажу вам такую тактику интересную надо вот так вот строить и подобные вот конструкции вот как то так если ваш противник вот так вот ходит лучше конструкции вот такие строить так скажем клетки что-то подобие клеток потому что но чаще всего когда я вот так вот строил такие вот конструкции в виде клеток ну или вот как то так вот такие вот подобные либо вот так либо вот так у врага просто не получается закрыть все мои проходы к победе у меня он либо жмет мне туда либо либо у него просто ходов не хватает чтобы все по закрыть из этого я выигрываю берите на заметку кстати говоря это реальное правило в игре это не просто и и тут затупил это так кстати крайне хорошие и полезна ну чтож а нет мой суп победа получилось победа 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 под бы эта папа пошел нафиг 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 я победил перечитку я побед я победно перечехнул перечеркнул последний ряд нулей выставил со на рома мне показалось что он откажется выполнять условий пошлет меня куда подальше эй ромыч все по чесноку на рамка неохотно сдался и положил ручку на листок я выглядит я взглянул на нее ней было что-то особенное но были как говорится приятно к руси как неприятно что говорить но говорить когда ты что-то крадешь и но как будто что-то если конфету крадешь и на куда приятнее потому что она бесплатно а тут мы бац и получили на за победу в крестики нолики целую ручку сколько я мучился ядрить мадрид с этим неописуемо притягательно вот какие-то сверхъестественные силы пытались сучить ее мне везучий ты сука видно сама она к тебе как качкарику рвалась держи улыб улыбаясь и сжимая ручку в руках я чувствовал себя настоящим чемпионом проносящим факел с олимпийским огнем победа отлично отжали у гопников ручку интересно как она нам поможет в будущем а стоит интересно победоносца закрепив ручку на без рук без рук без рукавки без рукавки я понял что уже не хочу сидеть в классе решил немного пройтись а можно повертеть 3 сбежали сбежали сотрите посмотрим назад жаль только тут не подсвечиваются что приходится тыкать туда-сюда чем будем тыкать потому что тут можно а нет тут показывает могут показать предметы которые подсвечены а вот подсвете подсветили сотрить светили острые как бритва лезвия этого растения уныло свиса левый низ на их месте я бы тоже тоже делал бы то же самое ибо не очень интересно слушать монотонный голос линии лилии павловны так до разворачиваться гол а давай чё откроется часы и как только начинается перемена стрелки играют наперегонки вот бы так во время урока так у нас осталось еще что-то не просмотрен а вот очень посмотрели книга это духовное завещание одного поколения другому грек герца книга это духовное завещание одного поколения другому сложно поспорить если конечно же ты не сема бабурин ну все пошлите выходим и тут делать выходим посмотрим что дальше будет наконец-то из класса выбрались и выиграли ручку нафиг обыграли кстати говоря блин дурали я или мне что-то переигрывать придется заново факт боков ниже сейчас заново придется переигрывать ведь я не заснял их не эти проигрыш их ладно а ладно есть и другие варианты я другие варианты использую и сделаю себе крутую превью у коридоре в коридоре людей практически не было только изредка кто-то проходил мимо но в основном было достаточно пустын никто не толкался не кричал не бегал по коридору попутно снася всех на своем пути метал вместо оглушительного ножевого школьного гула здесь теперь царила загадочная и даже чем-то напряженная тишина стен тишина 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 стен кабинетов и коридор словно каждый день вместе с грохотом и жужжанием это место покидает нечто больше оставляя за собой лишь ничем не заполненную пустоту в которой как в бездомном колодце гулка отдал отдава отдается их как в бездомном колодце гулка отдается эхом даже от самых тихих шум шагов а который как в бездомном колодце гулка отдается эхо даже от самых тихих шагов проходя миром и двери одного из кабинетов я увидел жирную надпись сделанную маркер школа говно поглядывая поглядывая на нее я усмехнулся помню читал книжки где говорилось что школа с греческого переводится как место досуга а ведь были времена когда мудрецы и философы собирались школах и обсуждали свои утопические идеи это потом у них стали появляться ученики которым нужно было предоставить передавать знания и из мест а отдыха они превратились вместо инквизиции инквизиции задумавшись о месте досуга и развлечений мне сразу пришел в голову диснейленд шо ж такое моя прекрасная мечта которая согревает меня также как и улыбка воли я сразу представил себе как смеется сестра катаясь на аттракционе и размахивая руками родители смотрят по сторонам и с улыбкой едят мороженое а я стою рядом и получаю неслыханный восторг от одного нахождения в этом прекрасном мире в этом прекрасном мире мечты фантазии детских сказ погруженный в мысли повернул за угол и тут а вот и ups ой словно стая птиц испуганная шаловливым ребенком разлетелись в разные стороны разноцветные книги полина преувеличенно преувеличив преувеличенно возмутился петров это ты совсем зрение потерял я поправил очки поспешил скорее помочь собрать упавшие книги извини полин я тебя в самый последний момент заметил продолжая поднимать книжки я решил поинтересоваться а куда тебе столько это все по музыке сама сама учить сама учию сама учитель но ты еще несколько книжек так так просто последнюю книгу мы схватили одновременно поднявшись с коленок я продал продолжал не отпускать ее параллельно взглядом вглядываясь большие голубые глаза поле быть секунды они казались мне особенно лишь лучезарными и мечтать что да то да секундочку это хорошее место с 1 все быть секунды они казались не особенно лучезарными и мечтать однако сама полина воспользовавшись моментом хитро улыбнулась и резким движением выхватила книгу из моих рук произошло это так стремительно что даже не заметил как уже стал сжимать воздух и такой рассеянный антоша когда когда же когда что их а спросил я ну когда так смотришь сказав это упали на и у меня щекам стала приливать тепло мы еще раз посмотрели друг на друга и вдруг она сказала а помнишь антон я говорила тебе что здесь невероятно скучно что это место похоже на ваку без звуков без музыки ну точнее сказать они здесь есть но не такие с которыми я хотел бы сталкиваться я был удивлен слышать такие слова как вакуум от полина в моих глазах она всегда была изящной девочкой со скрипкой но никак не физик или же я просто привык находиться в дурном обществе у скорее второе ну да помню так вот нашла я удивительный способ борьбы с этим когда-нибудь читал научную фантастику не задумываясь я тут же выпадил конечно читал у папы была большая библиотека лучших фантастических историй кирбуль кирбулычева кирбулычева ивана ефремова и других в его молодости это было модно помню когда и мне стало самому когда мне самому в третьем классе подарили девочку с земли я тоже с упоением зачитывал с историями о путешествиях алисы селезневой и даже отчасти завидовал ей классная девчонка смелая бойко и самое главное до ужаса любопытны вдохновившись прочитанным я часто рисовал космические корабли другие планеты и конечно не забывал про главную герои алису ой сразу бамс как конечно я только упомянул про то что алиса часто стала пропадать а тут пацана уже несколько раз про промелькивает хотя бы упоминание ими я встряхнул головой хоть и не привыкла такое читать но в нашей библиотеке уже не осталось книжек по музыке которые я бы не брала а тут случайно подвернулась нечто новое не хочешь сам немного прочитать ну скажем так освежить в памяти полина посмотрела на стопку аккуратно вытащила из нее серую книжку и протянула мне не сказать что я горел большим желанием снова начать читать фантастику интерес не к ней у меня интерес к ней у меня стал угасать еще в классе 5 разве сейчас я имел право отказать медленно я протянул руку и теперь мы снова держали за книжку вместе только сейчас отпустила уже полина она еще раз улыбку смотрел на меня и поправив волосы попрощалась ладно антош до скорого а то мне на музыка опять пора после чего она быстрым шагом направилась по коридору а я так и остался стоять на месте крепко прижимая груди серую книжку словно поцелуй что это ой непонятно не слишком ли много занятий по музыке в один день тоже интересный вопросик но знаете я думаю на вот этой вот приятной ноте мы и закончим уже я думаю мы скорее всего будем возвращаться домой и все дела ну и главное с полины по встречались выиграли ручечку я думаю неплохой финальчик неплохой неплохо так событий что-то не подсказывает что будет точно так же как им но вы понимаете с этим когда мы выиграли фотик ведь там событие было пренеприятное крайне ее нам нужен был фотик для доказательств как раз таки вон он он нам пригодился из того что мы его выиграли такая вот интересная ситуация посмотрим будет интересно за что это ручка нам поможет неужели там какой-то реально секрет закрыт скрыт надеюсь вам понравилось надеюсь что звуком все хорошо если что пишите в комментариях именно как вам видео именно звук и так далее мне это будет очень важно я смогу если что подкорректировать что-то если вам будет не нравится вот пишите но обсуждать игру предлагать игры кстати также именно они будут попадать ко мне в список а то у меня просто какой-то голод а я вот проходим мы одни и те же игры а нужно что-то новенькое конечно сейчас кое-что задумала и она скоро выйдет попутно с этими двумя выпусками еще что-то кое-что выйдет интересные только сразу скажу это не новая игра то у меня уже достаточно игр которые я прохожу а мне нужно еще составами со старыми разбираться так что вот такие вот дела заглядки в описании там быть ссылочка на мой дискот сервер и не забывайте жата кнопочку подписаться на колокольчик и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся